Всем привет! Сегодня я покажу вам моих друзей. Она не говорит Канг. Поэтому я вам покажу. Представься чуть-чуть. Меня зовут Соля. Мы не твои сроки. Я учу польскую маму. Задам сразу тебе личный вопрос. У тебя есть парень? Нет. Хорошо, через 6. Когда ты захочешь завести все парня, то какие у тебя к нему будут запросы, стандарты, условия? Ой, потому что он просто адекватный был и, в принципе, не тупый. Поняла. Когда ты думала встречаться с иностранцем? Ой, да. У меня было несколько моментов в жизни, но на самом деле... Ну, это был бы достаточно интересный. Если с иностранцем, то какие страны рассматриваются? А, ну, это достаточно сложно. Мне кажется, это все зависит от химии. Какая-то страна. Ну, должно быть точно. Поэтому не знаю. Сколько лет планируешь уходить замуж? Ну, за планом было недавно 25, но так-то переносится на 28. Не знаю. Понятно, понятно. Если бы ты захотела выйти замуж за иностранцем, если бы это, к примеру, была Азия, например, Китай, то как бы твои родители, ты думаешь, отреагировали на это? Ой, ну, родители всегда сказали, что это твоя справа, я думаю, ничего бы не изменилось, то есть адекватно абсолютно. Так вообще интересно было бы познакомиться с китайцем, например. Ну да. Можно было. А еще, в Китае все девушки обычно хотят сразу встретить парня, у которого есть квартира и машина. Для тебя это было бы очень важно, если вы начинаете встречаться, чтобы у него сразу была машина и квартира. Нет. Для меня это вообще не важно. Мне кажется, ну, просто внутренний какой-то... внутреннюю красавицу. Ага. Нет, ну это типа, да, без жертвов на самом деле. Нет, ну это был бы хороший плюс, но зависит от человека. Обязательно моя квартира и машина. Понятно. Спасибо, Соня. Возвращаемся с нашими подписчиками. До свидания. Bye-bye.